Девушки отдыхают Игры 10.7. Да, обнова состоялась, если вы еще не обновились, то заходите, обновляйтесь и давайте кратенько обсудим, что конкретно изменилось, потому что ждали очень много всего, но о некоторых вещах возможно даже кто-то и не знал. Начнем с того, что изменили балансировщик и если внимательно прочитать это сообщение, то из него можно понять, что теперь на балансировку влияет уровень вашей статы. И наконец-то, наконец-то статисты скорее всего будут играть с другими статистами, а обычные игроки будут попадать в бои к обычным игрокам и постоянного, извиняюсь, срача в комментариях после боев не будет в отношении того, что кто-то как-то неправильно играл и кому-то стату подпортил. Что касается балансных правок, то здесь, ребят, все очень классно, все хорошо, но здесь есть, ребят, еще и новость по поводу того, что да, все-таки переводится. Переводится из разряда премиумных машин в разряд коллекционных ряд танков, а в частности 8 машин. Теперь, ребят, если вы обладатель этих машин, вы становитесь также обладателем возможности продать данные машины за голду, а не за серебро, как было ранее. И вот, пожалуйста, на примере М60, который присутствует у меня в ангаре, могу вам показать 7500 золота за десятки, ну а, соответственно, за девятки стандартизированный ценник в 9, да если бы, за девятки в размере 5000 на примере МК-91. Не знаю, ребят, хорошо это или плохо, помните о том, что вы продаете машины за 5000 золота, ну а покупать себе какие-нибудь десятки будете тысяч за эндек 15. Поэтому помните о существенной разнице в ценниках, ну и, соответственно, не надо бездумно продавать машины для того, чтобы, допустим, крутить рулетки. Мне кажется, что дело это все неблагодарное. Но, как вы видите, на примере моего аккаунта, да и на пресс-аккаунте я проверил, коллекционных машин у нас прибавилось, а премиумных тачек, как вы видите, у нас теперь ни на девятом, ни на десятом уровне нет. Также стоит отметить, что теперь разработчики могут очень даже легко данные машины балансировать в любую сторону, как их поднимать по их ТТХ, так, в принципе, и нерфить. Поэтому, знаете, бабка надвое гадала, хорошо это все-таки или плохо. Что еще в новости? Ну, я думаю, что со всей новостью вы можете ознакомиться самостоятельно. Какие-то машины были переведены в лучшее визуальное качество. Где-то как-то что-то изменилось в некоторых тачках в отношении балансных правок. Добавлено, допустим, там снаряжение улучшенный форсаж для ветки КВ-3, КВ-4, СТ-1. Короче говоря, то, что у нас идет к ИСу-4, ну и что касается самого ИСа-4, то его тоже зацепили. Время перезарядки орудия ему уменьшили с копейками до неполных десяти. Не знаю, на что это сильно как-то повлияет. Вроде бы говорили, что у него ДПМ таким образом станет лучше. Ну да, окей, чисто на калькуляторе лучше он станет. Но мне кажется, что по большому счету это вообще ни на что не повлияет в отношении играбельности ИСа-4 по состоянию на сегодняшний день. Ротация камуфляжей, ну такое. Ротация, да и ротация. Даже не собираюсь в этом как-то подробно влазить, потому что ротация каму меня интересует меньше всего. Меня интересует, знаете что? Меня интересует то, насколько сильно балансировщик действительно стал круче и интересней. Сейчас попытаюсь объяснить на примере своего аккаунта. И да, сейчас полетят помидоры в меня по поводу моей статистики. Но хочу вам показать следующее. Стата на этом аккаунте у меня составляет 46%. Это основной мой аккаунт. И кто-то начнет писать в комментариях по поводу того, что я ротчина, которая играть не умеет. Но по факту, ребят, скажу вам следующее. Дело в том, что в данную статистику включены бои, которые играл не я. Я абсолютно спокойно даю играть друзьям, которые приходят ко мне в гости. Своим родным и близким. Некоторым детям, которые приходят в гости со своими родителями, моими друзьями. Которым и 10 лет еще нет. Ну и понятное дело, что уровень процентов по победам, выживаемости, среднего урона у меня прям совсем на уровне плинтуса. Причем происходит это уже далеко не первый год с моим аккаунтом. И будет происходить дальше. Я к чему говорю? Говорю, ребят, к тому, что получается такая кухня, при которой я вроде бы очень крайне фиговый статист. И при этом всем играть я умею. Ну, потому что стата по факту не моя. Моя реальная статистика где-то в районе 53%. 55%. Да, опять-таки это не самый крутой показатель. Но в любом случае это лучше, чем вообще ничего. И вот теперь у меня возникает вопрос, а действительно ли теперь на вот этих вот коллекционках я буду заходить в бои против типа себе подобных. Ну, то есть в моем конкретном случае, возможно, мне это даже на руку пошло. Ну что, ребят, поехали. Возьмем К-91 уже теперь коллекционный, а не премиумный. И попытаемся заценить балансировщик. Ну что, ребят, поехали. Давайте будем продолжать обсуждать. Во-первых, по поводу переведения премиумных машин в коллекционные стоит отметить, что разработчики оставили на том же уровне уровень фарма на данных машинах. То есть коэффициент доходности у танков не поменялся. Ну, то есть что вы играли на премиумных, что вы сейчас будете играть на коллекционных машинах, от этого количество вывозимого серебра по результатам боя у вас не поменяется. Что касается балансных правок в отношении балансировщика. Я лично очень даже за. Единственное, что меня сейчас смутило, что в бой на 9 уровень я заходил 30 секунд. Но, по большому счету, я готов подождать на десяток-другой секунд дольше, но попасть в бой к себе подобным. Ну или приближе на себе подобным. Дело в том, что мне кажется, что все-таки на скорость захода в бой это однозначно повлияет. И явно не в лучшую сторону. Ну, просто потому что балансировщику, наверное, больше необходимо времени для того, чтобы подобрать максимально идентичных по уровню своей подкованности игроков в каждую из команд. Плюс к тому учесть там еще и уровень техники. Плюс учесть во взводе, не во взводе. Плюс туда необходимо еще добавить такой показатель, как класс техники, на которой играть будет игрок. Ну, а точнее пытается на каком классе техники зайти в бой. В общем, все это, ребят, должен балансировщик учитывать. И, конечно, было бы классно и хорошо, если разработчики это все учли. Ну и, соответственно, это не отразится на скорости попадания в замес. Что же касается меня лично, продолжая тему конкретно моей статы, могу отметить следующее. Для меня лично оказывается, что то, что я долгие годы абсолютно спокойно относился к своей статистике. Не жлобился давать поиграть своим друзьям, знакомым и близким на своих танчиках. Не боясь того, что они мне стату угробят. Ну, просто потому что я наплевательски к ней относился всегда и продолжаю к ней так относиться. Именно поэтому даю вполне спокойно сливать стату на моем аккаунте, играя на любимых танках всем, кому не лень. То, в целом, для меня вся эта фича закончилась очень даже позитивно. А вот теперь мне кажется, что начнут гореть задницы у тех ребят, которые тряслись над своей статой. Делали все возможное для того, чтобы ее поднимать. Выпрыгивали из трусов из-за того, что они проигрывали. Высказывали свое негативное мнение всем игрокам, которые играли якобы по статистике хуже, чем они. Ну и, соответственно, что самое страшное, это не давали кому-нибудь потестить какой-нибудь танчик, боясь, что там что-то где-то с какими-то цифрами произойдет. Ну, также мне жалко тех ребят, которые играли исключительно в режимных боях или в рейтингах для того, чтобы на статье не отразилось. Ну и, соответственно, качали себе какие-то ветки, отказывая в удовольствии играть в обычных рандомных боях, используя для этого исключительно, опять-таки, фановые режимы, ну и, соответственно, рейтинговые бои. И вот теперь, ребят, наконец-то, наконец-то, я очень сильно на это надеюсь, у нас получится следующая кухня. Статисты будут попадать в бои к статистам. И там они будут уже друг другу грызть глотки, обвинять друг друга и пытаться найти раков там, где их нет. Наконец-то, раки будут играть без статистов и будут играть спокойно, опять-таки, не обвиняя друг друга, потому что нет статистов, которые портят бои тем, что сидят где-то в кустах и просто настреливают свой средний урон. Ну, не знаю, ребят, если это, конечно, не состоится, я буду расстроен прям до безобразия. Ну, а если все-таки дело выгорит и, наконец-то, обычные игроки будут попадать к обычным игрокам в бои, то мне кажется, что от этого игра станет только лучше. Пишите свое мнение в комментариях по поводу тех изменений, которые разработчики ввели. И я лично на данный момент очень-очень всем доволен. Еще раз повторюсь, друзья мои, пожалуйста, попытайтесь сдержать себя и не продавайте новоиспеченные коллекционные танки для того, чтобы эту голду благополучно слить. Но хотя, с другой стороны, дело ваше, мое дело предупредить, ну и, соответственно, обратить ваше внимание на, ну, скажем так, не совсем выгодность данного мероприятия, чисто исходя из калькуляционных расчетов. Я побежал снимать следующее видео специально для вас. Вы, если за честное мнение и за то, чтобы видеть правду такой, какая она есть на самом деле, прямо сейчас, вот здесь, вот в правом нижнем углу, по шильдику подписывайтесь на канал, жмите лайкос данному видео и обязательно, обязательно оставляйте свои комментарии. Не забыв прожать на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видосы. Пошел снимать специально для вас, мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока.